Друзья, на прошлом ролике, кто не видел, обязательно посмотрите целебный ролик «Помоги себе сам», где вы научитесь снимать у себя стресс в любой момент и в любом месте, пройдя курс из 5-6 дней этих коротких занятий с ключевым дыханием и переживаниями на фоне автоколебаний. А эта картина у меня. Почему Тибет? Почему целебные техники Тибета? Почему мы часто к ним обращаемся? Потому что Будда показал путь к нирвании, к отсутствию страданий, страхов, восстановлению, гармонизации, к пустоте в голове от всяких шаблонов и стереотипов мышления, к восстановлению, к гармонию в себе. Путь к нирвании – это медитация. И сейчас психологи всего мира все более и более и чаще и чаще обращаются к медитации, как к целебному восстановительному средству. И книги уже пишут об этом. А ведь эмоциональное состояние, они пишут, очень связано с иммунитетом. Поэтому, чтобы восстановить иммунитет, они советуют научиться работать со своими эмоциями. А чтобы работать со своими эмоциями, это же проще и быстрее сделать, подбирая себе действия, асинхронные вашему и текущему состоянию. Не по чужому шаблону это делать, кому подходит, кому нет. А именно по своему состоянию подбирать себе действия. А действия вы подбираете по методу ключевого, по принципу подбора, путем перебора. Посмотрите прошлый ролик. Как выходить на это состояние нирваническое, в котором вы отдыхаете, мудреете, восстанавливаетесь и повышаете иммунитет. А иммунитет – это защита от всех заболеваний, потому что там все связано. Эмоциональное состояние связано с гормонами. Защита от психологических воздействий и всевозможных разных вирусов. Конечно. Поэтому посмотрите мой прошлый ролик, кто не видел. А здесь я говорю тем, кто уже смотрел это. И напоминаю, напоминаю и напоминаю. Чем больше в вашей душе покоя и больше радости, то даже и в религиях написано, что уныние – это грех. Потому что не просто так же это сказано. Да, одним из грехов является тоска, уныние, потому что это разрушает. А нам нужно всегда что? Вдохновение. Вдохновение. Это повышение иммунитета и психологической устойчивости. Поэтому я всегда говорю, занимайтесь любимым делом. Потому что когда вы любимым делом занимаетесь, вы легче сосредотачиваетесь. А когда вы легче сосредотачиваетесь, вы отрываетесь от всех забот. И в это же самое время, занимаясь любимым делом, вы что-то создаете. Не просто восстанавливаетесь, а переходите из стадии выживания в стадию жизни, то есть созидания. Потому что человек устроен таким образом. Потому что в нем геном творчества. Заставь его не любить и не сможешь. Заставь его не творить и не сможешь. Учитесь у детей. Будьте как дети. Они все время играют. Они все время рисуют. Они все время кубики строят. Они что-то создают. И поэтому и вы, и взрослые люди, теперь сознательно поиграем в самих себя. Побудем 5-10 минут сами собой. Пустим переживания на самотек. Сделаем там ключевое дыхание одну минуту. И выйдем на волну. Это уникальный прием. Где ты переживаешь, о чем переживается. Думаешь, о чем думается. И через это работает внутренняя аптека. Гармонизируется гормональный баланс и душевный. И вы становитесь спокойнее, увереннее и психологически устойчивее. Вопреки всем обстоятельствам. Итак, друзья, давайте заниматься повышением своего тонуса. Иммунного и душевного. А это одно и то же на самом деле. Потому что человек – существо, духовно-физическая целостность. А целостность в переводе – это здоровье. А целостность в переводе – это здоровье. Спасибо.